Приветствую вас, и прежде всего давайте попробуем понять, почему человек может не идти на контакт, и с чем это может быть связано. Одна из причин нежелания идти на диалог, на конструктивный диалог, заключается в том, что человек не видит мысловы. Считает, что его не поймут, считает, что его не услышат, и в результате этого ведет себя подобным образом. Соответственно, в этом случае вам нужно подумать, с какого момента началось такое поведение, значит, с младшей девушкой, с какого момента она стала так себя вести, и вот этот первоначальный конфликт, первоначальную ситуацию, и стараться с ней обсуждать. То есть, просто, вот, как бы, принудить ее к диалогу, если у вас нет возможности жить отдельно, и стараться все-таки путем настаивания вывести ее на диалог, на диалог по обсуждению этого вот изначального конфликта. И тут, отдельно, отдельно, можно упомянуть следующее. Человек, если не действует напрямую, значит, он опасается, вероятно, своей реакции, эмоциональной реакции на, вот, прямой разговор. И тут очень важно, чтобы вывести человека на эмоции, именно в прямом диалоге, чтобы он сам лично высказал все, что думает. Потому что, возможно, была ситуация, при которой какой-то негатив человек получил, но выразить его возможности не было, и он остался внутри. И теперь этот негатив постепенно проявляет себя вот в таком поведении. Соответственно, нужно делать именно это. Вводить человека на разговор, и, собственно говоря, привязать к обсуждению вопроса. Если это не отрабатывает, то тогда, опять-таки, нужно, значит, использовать другой способ, и сменить декорацию, сменить фон, и провести разговор, скажем, не дома, а где-нибудь на нейтральной территории, где человек чувствовал бы себя ну, немножечко получше. Может быть, поспокойнее, может быть, поувереннее в себе, зависит от него. И там, уже, постараться выяснить, что это, собственно говоря, не нравится. И диалог, необходимо начинать с того, чего человек хочет. чего человек хочет от окружающих людей, в частности, от вас, в частности, от детей. И вот, начав говорить о своих желаниях, личность, возможно, выскажет и все претензии на того, что ей не нравится в диалоге, в общении, в взаимодействии, в сожительстве с вам. Соответственно, если никакого диалога не получается, и предложенные средства, способы не помогают, а ситуация продолжает иметь негативную окраску, тогда остается только один вариант, и это вариант раздела имущества. То есть, это, соответственно, установление четких правил по совместному проживанию, договорная основа этих правил, то есть, вот, в одностороннем порядке призывает человека к тому, что так дальше, как вот вы живете, сейчас жизнь нельзя, и предложение заключить некий договор на бумаге, если потребуется, где четко прописано, что имеет право человек делать, что не имеет права, то есть, где, там, территория одних людей, где территория других людей, и так далее. То есть, с помощью такой вот договорной основы стараться определить права и обязанности декады, и тогда уже будет значительно легче, проще, потому что в процессе договора человек поймет, что его претензии, его, как бы, права будут запечатлены на бумаге, и будут выращены, и от этого, возможно, будет легче, то есть, человек получит какое-то удовлетворение, если он считает, что, допустим, его права ущемлялся. Если и договорная основа не поможет, то есть, все-таки, вот, человек не склонен соблюдать обязанности, договоренности, и так далее, тогда решение только одно, это продажа дома, покупка отдельных жилплощадей, и проживание там, потому что в противном случае, ну, жизнь в одной крыше превратит себя просто в ад, причем в ад не только для взрослых, но и для детей, и дети будут переживать это особенно сильно, для того, что они более чувствительны к конфликтам, более чувствительны к ссорам, более чувствительны к негативам, и это может очень сильно повлиять на их психическое, и физическое здоровье. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен, пока, желаю вам всего доброго.